всем огромный привет добро пожаловать на мой канал сегодня начинаю снимать такой домашний наверно влог ну все как обычно я уже сходила в душ начинаю его прямо с утра и хочу вместе с вами сделать масочку вообще что у меня сегодня по плану нужно сегодня приготовить ужин нужно сегодня ужин девочки это вообще кошмар я не могу так давайте буду наносить маску немножко с вами поболтаю вот такую масочку я и заказывала сайхерб и вот эта посылка вот с этой маской мне приходилось сюда нового года я и давно уже пользуюсь по моему это была питательная маска в общем я вам ссылочку оставлю очень мне понравилось но она для меня больше как такая очищающая обновляющая очень классная и и когда наносите она не так не жжет пощипывать но так вот прям ощутимо пощипывает вот но мне нравится эффект после него кожа такая прям чистенькая светленькая такая но очень классно это с авокадо и я так поняла апельсином да в общем ссылочку вам оставлю внизу инфобоксе кстати тогда когда делала заказ с этими масками я себе еще заказала вот такие две маски от марки фримен кто их помнит девочки помните в летуале маску с огурцом это которая была просто бомбой да и вот это увлажняющая на самом деле сейчас заказала эту маску ну просто ностальгия да и я помню я так любила вот эту маску с огурцом но сейчас что-то вот я не поняла ее эта маска пленка что-то как-то вот не знаю раньше она мне нравилась больше не замуж что она изменилась как-то или я изменилась не знаю а вот это увлажняющая маска вот это вообще бомба я мне кажется раньше ее покупала потому что точно помню что от фримен была какая-то маска которая вот увлажняющая такая кремовая то есть не пленка это вот она есть до который мне очень очень нравилось супер вот это вот это вот супер вообще очень понравилось. Видите, сколько у меня ее уже практически использовала, а эту не так часто использую, не знаю. Ну, в общем, сейчас будем наносить вот эту очищающую маску. И что я хотела сказать по поводу ужина. Точнее, не по поводу ужина, девочки. Я хочу сказать огромное спасибо одной моей подписчице. Я ник, не помню, к сожалению, уже. Она мне написала по поводу корма для котов сухого. Зо, кто-то там. В общем, на Вальбрикс заказать вот этот корм для котов. Что у нее знакомые используют... Буду наносить маску. Вот так вот она выглядит. Она очень похожа, кстати, на такую глиняную какую-то масочку. Она тоже подсыхает на лице, но очень классная. Очень. И вот она начинает так, ну, не то что жечь. Ну, так печь немножко начинает. Так вот, что у нее знакомые используют этот корм. Ну, я вот закажу, потом покажу. Для выставочных собак. Единственное, что у меня собака большая. Ну, там для котов и для собак есть. Навоз. Вот. Для котов и для собак есть, но для собак, для мелких пород. Мои собаки будут как семечки. Поэтому я какой-нибудь другой сейчас посмотрю. В общем, нужно... Вчера бросила в корзинку. Вот уже. Сегодня нужно будет оформить заказ. Вот. Ну, получить потом. Вот. Так что... Ну, я хочу еще посидеть, посмотреть, что там еще интересного есть. А то я все время туда захожу, в итоге ничего не заказываю. Но ради своих котов. Девочки, они меня достали. Просто. Они же у меня тут мясо. Давай им мясо. Давай им куриную грудку. Давай им, значит, это я... Смотрю просто, куда я наношу. Давай им куриную грудку. Давай им говядинку. Давай им это. Давай им то. Сегодня утром дала. Еще вчера они уже начали возмущаться. Сегодня утром дала. Одному кошке куриную грудку. Коту говядину. Они не стали есть. Они не хотят теперь. Насчет вот этих пакетиков паучей. Покупала же им Perfect Fit. Да, вот это в белой такой. Ну, мне кажется, он просто получше немножко корм. И чем тот же Вискос, например. И что, они его не едят. Вообще, они чуть-чуть сверху полижут. И все. В общем, короче, я не могу. Мне муж вчера говорит. Наташа говорит. Выстави их на улицу. Говорит. И сразу тебе перестанут нервы трепать. Говорит. Возишься с ними, как с детьми малыми. Вот они, говорит, тебе и это самое. Это буду, это не буду. В общем, кошмар. Ну, честно. Вот уже просто сил не хватает. И ладно бы. Ну, не идите, не идите. И как бы все равно с вами. Так нет же. Они же сидят там на кухне постоянно. Они с кухни вообще теперь не уходят. И орут. Рыжий так вообще мне в ноги бросается. В общем, надоели, девочки. Не могу. Я прям сил нет. У меня больше с этими хвостатыми. Знаете, говорят, что у всяких маньяков у них весной, ну, обострение. Да, они на охоту выходят и всякое такое. Вот у моих, походу, тоже обострение. В общем, кошмар. Ой, девочки. В общем, сейчас масочку пока у меня будет на лице. Я... Так, заказ Фаберлик еще вам сейчас покажу. Вот, заказала. Ну, такой у меня маленький совсем. Совсем малюсенький заказик. И пойду. Я хочу посидеть сейчас пока маска. Немножко на Вальберексе посмотреть. Там собаке надо корм мне посмотреть. В общем. В общем, кошмар, девочки. Люблю. Люблю их. Просто безумно любовью. Я не знаю. Просто бесит. Вот сейчас я им поставила мясо. У них там стоит. Я сказала, все. Ничего. Больше не дам. А еще рыжие у меня у детей просят. Так, под глазки вот эти патчи от GreenMama. У меня что-то почти ничего не осталось. Я их по чуть-чуть экономлю, можно сказать. Вот. Очень нравятся, кстати, они мне тоже. Вот. Это. Ой, уже закончилось. Не, есть еще. Вот. Он у меня у Каспер, у детей начинает выпрашивать. Ну, подходит к нему, начинает нюмкать. И младший, и старший у меня сразу. Мама, Каспер голодный. Мама, покорми Каспера. Мама, дай Касперу сосиску. Он сосиски, ему колбаски хочется. В общем, вы понимаете. В общем, кошмар какой-то. Я вам говорю, мне кажется, у меня терпение точно скоро лопнет. Я их выставлю на улицу. В общем, кошмар. Вот. Ну ладно, пойду я и покажу вам сейчас Фаберлик. Так, ну и давайте, девочки, покажу вам заказ свой Фаберлик. Значит, во-первых, начну с одежды немножко. Ну, у меня он такой маленький. Заказала нижнее белье мужу. Вот. Ну, не знаю. Оно такое на ощупь, очень хорошее. Почитала отзывы. Очень многие девочки хвалят. И поэтому, думаю, попробую. Мужу, может быть, понравится. Вот. Понравится. Окей, закажу еще. Так, своему младшему сыночку в садик я заказала вот такие. Они, на самом деле, в жизни немножко темнее. Тут что-то они у меня, камера отсвечивает. Они, на самом деле, темно-синие. Вот такие брючки с кармашками я ему уже заказывала. Он в этих брюках ходит у меня в садик. Взяла сейчас размер 116. И до этого у него был размер 110. Но он уже носит, наверное, их год. И у него... Они там играют на ковре. И у него протерлись вот здесь вот коленки, в общем. Заказала пока одну пару ему вот на смену. Так что как раз сейчас брошу со стерну. Потом надо будет погладить. И будет он у меня в садик ходить. Так, давайте дальше. Ну, каталог Фаберлик такой. Ну, кстати, классно. Они яркие такие каталоги делают. Очень красочные. Надо будет полистать, посмотреть, что есть интересного. Так, ну и давайте по бытовой химии. Здесь немножко заказала два... Почему-то я заказала два одинаковых кондиционера. Ну, не знаю, что это видно у меня. Вот такие. Кстати, они вкусно пахнут. Мне нравятся. Это вот обычные два. Две штучки взяла одинаковых. Но мне нравятся кондиционеры от Фаберлик. Классные. Также взяла сожитель воздуха. Вот такой. Очень тоже мне нравится. На самом деле хватает надолго. Но я иногда просто попшикаю. Там, например, если рыбу жарю. У меня там не любят дети рыбу. Я попшикала. И им ничем не пахнет. Очень хорошо убирает различные запахи. И при этом очень-очень вкусно пахнут. Так. Дальше еще из бытовой химии. Взяла вот это вот средство для чистки. Стекол и зеркал. Мое уже практически закончилось. Поэтому на замену я им все мой. Девочки, любые глянцевые поверхности, фасады на кухне. В общем, все-все-все хорошо, замечательно отмывает. И вот этой голубенькой тряпочкой пользуюсь от Фаберлик. Тоже нравится. Так. Дальше здесь два геля для душа. Вот такое взяла. И вот такое. Вот эти были набором. Там промо-акция какая-то была. Вот эти две из вот такой коллекции, я так поняла, какой-то клубничный. Вообще нереально круто, конечно, гели для душа от Фаберлик пахнут. Романтичная клубника пахнет клубничной с жвачкой. И посмотрите, какой он симпатичный. Ну, в общем, попробую. Также взяла упаковку салфеток влажных. Сумочку себе брошу. Я беру обычно детские. Ну, хотя разные беру. Но вот это детские. Ничего страшного. Вот. Полезно это. И вот такой шампунь-гель для душа. Тоже мальчишкам моим понравился. Не вызывает никакой аллергии. Ничего. Хорошо очищает. Для... Ну, как бы они у меня мальчики. Они одно на все используют. Взяла снова вот этот ополаскиватель для полости рта. Девочки, если у кого есть проблемы с деснами, я вам очень его советую. Он вот нереально классный. Действительно, вот, успокаивает. Там есть какие-то стоматологические манипуляции вы делаете. Вот прямо вот советую вот этот. Артикулы, как всегда, пропишу внизу в инфобоксе. Взяла еще на замену зубные щетки. Это у меня младшему. У него уже такая была. Я ему заменить. И вот такие вот решила попробовать. Видите, смотрите, какая у него щетиночка такая. Вот. Себе, мужу и старшему сыночку зубной щеточки. И также увидела, что... Что-то раньше, мне кажется, я не видела. Были, не были. Зубная нить. Тоже важная вещь. Вот. Так что вот такой вот у меня был заказик. Девочки, еще я же хочу всех вас поздравить с началом весны. Официальным началом весны. И пусть не у всех хорошая погода. Но я всем вам желаю хорошего настроения. Также хочу вас поздравить с окончанием Масленицы. Прощенным воскресеньем. Хочу показать вам вот такую красоту. Мне тут муж приносил. Они были длинные. Вот такие тюльпанчики. Очень, кстати, мне понравилась такая расцветка. Хочу себе такую в огород посадить, девочки. Вот. Они были такие высокие, длинные. Потом они вот так все загнулись. И несколько штук у меня обломалось. И мне их стало так жалко. Ну, выбрасывать не хочу. Они же еще не отцвели. И я решила их обрезать и поставить вот в такую маленькую вазочку. И стоит у меня здесь около кроватки. И с утра прям вообще смотришь на них, улыбаешься. Такое солнышко здоровское. И, кстати, на этой же теме хочу вам показать. Я тут покупала вот такое маслице от марки InGarden. InGarden мне очень нравятся лаки от этой марки. Гель-лаками я пользуюсь, девочки. Я переделываю себе часто маникюр, потому что мне не нравится, когда отросший маникюр. Это раз. Во-вторых, я не запиливаю ногти перед тем, как делать гель-лак. Вообще никак не запиливаю, не подпиливаю. Именно поэтому, может быть, и у меня получается достаточно быстро снять. Я либо фрезой снимаю, все зависит от того, насколько хорошо у меня держится покрытие, да. Либо растворителем, вот. И быстренько, чук-чук, я уже как-то приналовчилась, кстати, достаточно быстро стала делать маникюр. В общем, хочу показать вот это масло. Очень мне нравится. Девочки, если где-то увидите, я вам советую. Мне тоже многие из вас делают комплименты о том, что у меня ухоженные руки. Девочки, вот на ночь всегда крем для рук. И вот такое вот, да, наношу. Очень мне понравилось это маслице. Вообще супер увлажняет. У меня какие-то шерсть тут кошачья на руках. Очень хорошо увлажняет кутикулу. Очень мне понравилось. Но это единственное такое, это не сухое масло. Это вот прям масло-масло-масло. На ночь наношу. Очень нравится. Вот уже использовала почти полбутылочки. Двухфазная, с пипеточкой. Классная. Так что увидите. Тоже вам советую. И вот такая вот у меня тут. Вот видите, у меня стоит прямо около над моим столике прикроватным. А и тут еще машинку мне, мальчики мои, принесли. Машу маме не скучно было, если что. И вот такие вот красивые тюльпанчики. У меня, кстати, в саду не растут тюльпаны. Я так в прошлом году и не купила, не посадила. Ой, да, что-то я захалявила в этом плане. Ну ладно, может быть, в этом году осенью посажу. Куплю какие-то. Ну очень красивая расцветка, согласна. Прям вообще бомба. Я уже сделала макияж, маску смыла. Волосы пока досохнут. В общем, я хотела вам показать свой заказ с сайта Ламоды. Я заказала там мужу. Мужу футболки, ну и себе кое-что такое по мелочи. Ну как бы да. Вот. И, кстати, хочу сказать, что вот мне, например, Ламода, да. Она присылает рассылки. Там проходят типа всякие акции, распродажи. Ну все как всегда. Сейчас к 8 марту, как всегда, будут платьишки распродавать, туфельки. Там еще что-нибудь. В общем, всякую такую ерунду. Вот. И всегда, когда проходят акции на женские всякие товары, еще обязательно проходят на мужские. В общем, мужу взяла футболки. Вот. В общем, он там перемерил. И сейчас покажу, как я взяла. Возможно, кому-то из вас пригодится. И ссылочки я вам оставлю внизу в инфобоксе. Все как обычно. Так, ну и давайте начну я с себя. То, что я взяла себе. Девочки, взяла себе вот такой. Вообще, это топ. Он не для того, чтобы поддерживать. Это нижнее белье. Я думаю, вы поняли. Бренд называется вот так вот. Алла. Алла, кто-то там. Я брала себе еще от марки Intimissimi. Там она сейчас на эту марку, не на все, конечно, модели, но на большинство очень хорошие, очень хорошие скидки. Для тех, кто любит вот хорошее белье, посмотрите на Ламоди, Intimissimi. И я еще брала Тезенис. Да, Тезенис называется марка. Там, конечно, качество выше всяких похвал. Но я себе что-то польстила, девочки. Я заказала очень, ну, большого размера. Тоже вот такие топы. Только там вот этот вырез был вот так вот побольше. И у Тезенис и Intimissimi, которые вот я брала, померить себе. Да, ну, я думаю, вы зайдете, если кому интересно на Ламоди, просто забьете бренд и вам выдаст. Их там, то есть вот это хлопок, а там именно для поддержки груди. В общем, я взяла себе вот такой топ. Зачем? Для того, чтобы ходить дома. У меня есть домашние майки, такие оверсайз. Сейчас же, ну, скоро будет лето, скоро будет тепло. Но они очень удобно, очень комфортно в них ходить дома. Но у меня же как бы мальчики, да, два сына, вот. И если я нагибаюсь, в общем, в общем, все видно, короче. И как раз под маечки те, да, одевать вот это. Потому что в нижнем белье, особенности летом, именно вот в обычном, да, вверхе, не очень удобно ходить. Поэтому взяла вот такую маечку. Смотрите, вот эта маечка идет на маленькую грудь. Говорю сразу. Потому что, видите, вот это перед, а вот это спинка. То есть спинка шире. И перед здесь просто двойная хлопковая ткань. То есть такая, ну, чтобы не просвечивала, скажем так. Лямочки здесь регулируются очень комфортно. Он не поддерживает. То есть, ну, как бы слегка, да, легкая такая поддержка. Немножечко тянется. В общем, вот такой топ в итоге себе взяла. Один бежевенький. Потом хочу еще заказать вот от Intimissimi и Tizenis. Только поменьше размером. Вот, а то я что-то польстила себе, да. И мужу я заказала. Короче, в общем, весь заказ был с футболками для мужа. В итоге он взял себе только три. Первая это вот такая марка. Мне кажется, идет размер в размер. Ну, так свободненько на мужу сидит. Может быть, даже слегка больше мерит. Но это надо мерить, девочки. Идет. На самом деле, вот сейчас покажено, на такой рыжий цвет камера придает. Но это коричневый такой, очень классный. В общем, обычная вот такая хлопковая футболочка. С другой стороны она идет белая. А с этой стороны получается коричневая, черная, белая полоска. Ну, очень понравилась моему мужу. Хорошо на него села. Очень такая качественный, плотный хлопок. Ничего, ну, то есть, не просвечивающийся такой. Я вам все цены буду подписывать. Дальше вот такую он у меня взял футболку. Это марка Finflare. Тоже была хороша на нее скидка. И такая темно-синяя она. В общем, вот с такой надписью, с машинкой. Очень ему понравилось. Вот. И последняя футболочка. Это тоже вот такая темно-синяя от марки Adidas. И, ну, я ему брала от Adidas. То есть, она просто вот такая базовая. Здесь надпись Adidas, да. И я брала ему еще черную. Это темно-темно-синяя такая. Камера передает ее светлее, чем она есть на самом деле. И они были практически одинакового размера. Только черная чуть-чуть поменьше. То есть, одного и того же размера. То есть, вот эти Adidas надо мерить. Но это, кстати, вот не первый раз у марки Adidas. Когда я мужу покупаю футболки. Разного цвета. Одинаковая модель. Один и тот же размер. Но по-разному сидит. Как-то вот так вот у них получается. В общем, вот такое вот. И мы еще классную футболку заказала на Ламоде. У меня тоже к лету теперь готов. Но у меня муж такие носит и под свитер. В общем, но как бы качество у Adidas, конечно, выше всяких похвал. Вообще очень плотное. Очень понравилось. Ну, а здесь вот расцветочка мужу приглянулась. Ну, а это что-то не синее. Я бы так сказала. Не синее, не черное. Да, но с черным. Вот так вот. Так что вот такие вот. Такой у меня получился заказ на Ламоде. Ссылочки я вам, как всегда, оставлю внизу в инфобоксе. Я сейчас хотела приготовить ужин. Разговаривала с мужем. Меня попросил оливьешку. Так что сейчас поеду забирать старшего сыночка своего со школы. И попутно зайду, куплю колбасу. Вареную для оливье. У меня едят мои мужчины только с вареной колбасой. Только с вареной колбасой. С курицей и с мясом каким-то. Нет, нет, нет. Только классический, скажем так, вариант оливьешки. Вот. А еще я вам хочу сейчас показать. Мы с мужем тут на выходных. Ну, в общем, короче, скучно жить нам. Я бы так это назвала. Мы решили сделать перестановку вот в комнате, в которой я сейчас сижу. Это у нас получается такая а-ля гостиная, а-ля столовая, а-ля терраса, а-ля, я не знаю, как даже это назвать. С выходом на улицу. То есть у нас здесь балконная дверь. Ну, и это комната, в которой мы постоянно все находимся. Поэтому мы решили, сможем сделать такую перестановку. Вообще у нас в планах, я вам уже говорила о том, что в планах было поменять мебель. То есть купить мебель. Вообще, как вам сказать, вот как-то я снимала какие-то видео, уже не помню, честно, какие, но мне как-то писали о том, что вот у вас там шторы какие-то не такие, у вас там ковер какой-то не такой и так далее. Ну, как бы, мы въезжали в дом с квартиры. Конечно же, мало того, что построить дом, а делать дом. Еще закупить всю мебель. Одни шторы. Я думаю, что кто-то из вас, если когда-то делал ремонт, знает примерно, сколько это все стоит. Конечно же, вот так вот за раз закупить, затарить весь дом. Я уже не говорю про кухню, да, потому что кухня, мне кажется, ванны, туалеты – это самые дорогие помещения. Это, конечно, все влетает в копеечку, скажем так. Плюс еще необходимо же обустроить не только сам дом, но и участок, который прилегает к дому. Поэтому, конечно же, сразу у нас ничего не получилось, и мебель, вот какая была, часть мебели какая была, такую мы сюда и привезли. Поэтому планов у нас много. Мы с мужем люди неугомонные, вот. И, конечно, хватит много что поменять. Вот в этой комнате мы хотели поменять всю мебель. Ну, как бы постепенно, понемножку, как говорится, с толком, с расстановкой. И сейчас решили просто переставить для того, чтобы, ну, скажем так, понять, как нам будет, нравится нам это так или нет. И нам нереально понравилось то, что у нас получилось. Очень комфортно для нашей семьи, очень классно. Так что я вам хочу показать, поделиться с вами, с нашим мужем кипишем, скажем так. Вот, покажу вам дом, но дом, это уже в процессе было, соответственно, с бардаком вместе. Ну, вот как оно есть, я так и покажу. Вот, и то, что получилось после. Ну, что, девочки, вот так вот у нас получилось. Поставили сюда второй диван, он у нас был в другой комнате. Вот, мебель мы, конечно, планируем всю поменять, потому что, ну, потому что она плохая, ей уже много, много лет, скажем так. Вот, там еще всякие инструменты у мужа моего, наверху тоже. Вот, перевесили сюда телевизор. Муж тут там, в общем, все перевешивала, все переделывала. В общем, кошмар. Пока игрушки здесь, надо игрушки еще разобрать, там много что. Есть такие ломанные, надо повыбрасывать. Песина моя, место свое заняла, любимая. Так, и, ну, уже на этих выходных уже сил просто, просто не было сил, честно признаюсь. Не у детей, не у кого. В общем, все выходные мы тут с мужем. Ой, кошмар. Вот, но было весело. Вот, тот диван, который был по этой стенке, поставили сюда, этот сюда, сюда, стол. Этот столик тоже у нас давно. Там подушка лежит. Это у меня младший сынок, когда играет, сидит все время на этой подушке. Притащила со своей гардеробной вот этот пуфик. Вот. И с этой стороны у нас, получается, стол теперь стоит вот так. Здесь стоит цветок. Ему как раз будет хорошо, потому что он стоял там у нас в темноте, в общем. И вот этот вот кошачий домик, в котором никто не живет. Вот. Они там у нас не сидят, не живут в этом доме, не хотят. Вот. Так что вот так вот. Еще, конечно, мы будем, сможем здесь менять шторы. Потому что, ну, эти шторы были куплены сюда, когда мы въезжали. Вот там вот у нас раньше висел телевизор. Видите, там может тоже все это, сказал, будет убирать. Вот эту полочку еще осталось, не открутила. Вот там все нужно заделать, вот эти все дырки. Так, это у меня окно открыто. Вот. Потому что у нас солнце, получается, утром встало, вечером село. И, ну, летом имеется в виду, да, когда оно есть. Если оно вообще есть. И, в общем, хотим такие, в общем. В общем, девочки, идей просто, просто нереально. Вон, кстати, кошка. Она, у нас теплый пол здесь. Вон, кошка лежит. И она лежит на теплом полу. И еще около батареи. Батареи тоже сейчас включены здесь. Вот. Это я просто любитель открывать окна, проветривать. Вот. Вот так вот. Вот. Коврик нам вот этот вот здесь нужен, потому что на нем играют дети. В принципе, я бы вообще здесь коврик не брала. Почему? Потому что, ну, то есть, не клала бы никакой. Или только сезонно. Только, допустим, зимой какой-то, через такой символический. Потому что у нас там дверь. И там беседка. И у нас летом здесь, соответственно, проходной двор. Но дети играют. Поэтому ничего не убираем. И стол у нас вот так. Но я уже как-то говорила в одном из видео, что я очень хочу новый обеденный стол. Вот. Что я надеюсь, в ближайшее время мы здесь все поменяем. Да, Банюсик? Тебе нравится перестановка? Тебе нравится, как мы тут все сделали? Ты сладкая девочка. Мама покормила? Ну, ладно, ладно, тебя вытревожило. Ну, ладно, спи. Спи. Я ее покормила, она отдыхает. Вот. Так что вот так вот у нас, девочки. Нам очень нравится. И у меня, кстати, мальчишки мои. Вот здесь вот сразу принесли PlayStation сюда. Вот. И, в общем, все свои причиндалы. И типа им здорово. Хотя я хотела вот эту часть. Ну, как бы украсить как-то красиво. Ну, в общем. В общем, украсили они у меня PlayStation. Так что, девочки, вот так вот у нас получилось. Очень мы все довольны. Прям вообще. Единственное, что можешь говорить. Наташ, ну ты походи, посмотри там. Может быть, присмотришь мебель какую сюда, туда-сюда. А я не хочу сейчас никуда в торговые центры. Ломиться вообще не хочу. Планирую по интернету пока посмотреть, но мне нужно вживую. Мне, конечно, вот в плане мебели, мне нужно иногда вживую посмотреть. Потому что, чтобы понять вообще, как выглядит. Но пока интернет мне в помощь. Пока посмотрю все в интернете. Ну так, мы как бы не торопимся, скажем так, с покупкой. Потом, может быть, поеду в торговый центр и какие-то посмотрю какую-то мебель и так далее. Но пока не хочу. Сейчас же гриб везде гуляет. И я только выздоровела. Более-менее. Хотя у меня еще остался кашель. Такое. Вот, но, в общем, я думаю, вы меня понимаете. Я не хочу прям ни в какие-то торговые центры. Я вот там, если что-то по мелочи, продукты надо, я быстренько забегаю, убегаю. Больше не хочу. Хотя вот, вот в прошлый раз бразлетик зашла, купила. Ну, в общем. Сегодня я буду с вами прощаться. Я сейчас поехала за своим старшим сыночком. Куплю колбасу, сделаю им салат оливье. Они будут счастливы. У меня еще куриная грудка со вчерашнего осталась. Я ее жарила. Вот. Так что, вот так вот. Вот так вот. Я надеюсь, вам понравилось такое видео. Оно было для вас полезным и, самое главное, интересным. Не забывайте подписываться на мой канал. Ставьте пальчики вверх. Мне это очень приятно. Всех люблю. Целую. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok